Фазовые переходы Фазовые переходы Изменение температуры Или плотность Эти параметры В фазовых переходах первого рода Меняются Скачком При этом Выделяется или поглощается Некоторое фиксированное Количество теплоты Скрытая теплота фазового перехода Если говорить про фазовые переходы Не первого рода, а второго То в этом случае Скрытая теплота отсутствует Но Скачком меняются Производные, а не Сами функции То есть зависимость Теплоемкости, например, поменялась бы Фазовые переходы Второго рода Происходят в таких более сложных системах И о них сейчас Разговора пока нет Давайте посмотрим на диаграмму Состояния Что это такое? Это Это Некоторый График Который на Осях Давления Температура Показывает В каком Состоянии В какой термодинамической фазе Находится Вещество Термодинамическая фаза Это Состояние Характеризующееся Определенным набором Макропараметров И В этом случае Голубеньким цветом Отмечена Область Соответствующая Твердому телу Красная область Это Жидкость Под Веточкой Отделяющей Красную область От Желтой Находится Пар Ну а вообще Желтая область Это Газ То есть Пар Это Газ Который Изотермическим Сжатием Можно превратить В жидкость Оранжевая область Пунктиром Отделенная от газа Это Так называемая Сверхкритическая область Область Сверхкритической Жидкости Сверхкритического Флюида По-разному Называют И Собственно Точка Которой Оканчивается Вот эта Ветка Это Критическая Точка Вещества Ну а точка Которой Эта ветка Начинается Это Замечательная Точка На графике В которой Сосуществуют Могут Сосуществовать Три Различных Термодинамических Фазы На границе Раздела Сосуществуют Две Термодинамических Фазы А вот в такой Точке ветвления В тройной Точке Могут Встретиться Сразу Три фазы Ну в данном Случае Скажем Твердое тело Жидкость И пар Вспомните Про тройную Точку Воды Которую Можно Наблюдать При Температуре Чуть-чуть Выше Нуля По Цельсию Когда В жидкой Воде Плавает Лед Все это Находится В закрытом Сосуде То есть Окружено Еще Насыщенным Паром Водяным Вот Это Тройная Точка Температура Тройных Точек Это Хорошо Известные Точно Измеренные Константы Обычно Строят Шкалы Термодинамических Температур Граница Между Различными Областями Это Линии Равновесия Двух Фаз Да Область Пары Сверху Ограничена Не просто Линии Равновесия Двух Фаз А еще И Графиком Зависимости Давления Насыщенного Пара От Температуры Давайте посмотрим И вспомним Посмотрим на Эту диаграмму И вспомним Основные Фазовые Переходы Из Твердого Тела В жидкости Это Переход Плавления Обратный Переход Кристаллизация Из Из Жидкости В газ Кипение Обратный Конденсация Из Твердого Тела В газ Сублимация И Обратный Тоже Можно назвать Конденсацией И Можно Выделить Три Участка Линии Равновесия Фаз Это Линия Плавления Кристаллизации Между Твердым Телом И Жидкостью Линии Испарения Конденсации Между Жидкостью И Газом И Линия Возгонки Собственно По-другому Называется Сублимация Между Твердым Телом И Газом Замечания По поводу Отличия Испарения От кипения Испарение Происходит Со Свободной Поверхности Жидкости И Происходит Оно При Любой Температуре Если Температура Лежит Между Тройной Точкой И Критической В любом Случа Испарение Может Быть Ну и Испарение Это Состояние Такое Неравновесное Когда Молекулы Вещества Покидают Жидкую Фазу И Переходят В Газообразную Кипение Кипение Происходит По всему Объему Жидкости То есть В любой Точке Объема Может Образоваться Пузырек Пара И Этот пузырек За счет Действия Силы Архимеда Всплывает И Выбрасывает Содержимое В Газовую Фазу Но Образование Пара Может Происходить Уже Не только На поверхности Это Явление Уже Должно Происходить При строго Определенной Температуре В этом случае Нам необходимо Чтобы внутри Жидкости Пузырек Пара Не схлопнулся То есть Чтобы давление Насыщенного Пара Было Выше Чем гидростатическое Давление В Любой Точке Жидкости Поэтому Температура Кипения Определяется Собственно Зависимостью Давления Насыщенного Пара От температуры Если нам Нужно Чтобы Жидкости Произошло Кипение То нам Необходимо Довести Температуру До такой При которой Давление Насыщенного Пара Станет По крайней Мере Равным Внешнему Атмосферному Давлению На поверхность Этой Жидкости Возгонка Или Сублимация Это Переход Из Твердого Тела В пар Миной Жидкое Состояние Классический Пример Это Сушка Белья Постиранного Зимой Когда Вода Замерзает Превращается В лед И тем не менее Этот лед Потихонечку Куда-то Исчезает При температурах Ниже Тройной Точки Такая Сублимация Действительно Возможна То есть Переход Из твердой Фазы Непосредственно В парообразную Как я уже Сказал Обратный Процесс Тоже Обычно Называется Конденсацией И Вблизи Тройной Точки Теплота Сублимации Удельная Теплота Скрытая Фазового Перехода Равна Суме Тепло Отплавления И испарения Ну Чтобы Закон Сохранения Энергии Продолжал Работать Почему Вдали От тройной Точки Это может Не соблюдаться Ну Потому что Вблизи Тройной Точки Плавления И испарения Происходят При Похожих Условиях Точки Плавления И точки И испарения Будут Недалеко Находиться Скажем На изобаре Друг от друга И Сильно Условия Не поменяются А вот если мы возьмем Скажем Изобарное Нагревание Достаточно далеко От тройной Точки То там Между Плавлением И испарением Тоже Система Живет Какой-то Своей жизнью И Теплота Испарения Скажем Может Немножко Измениться Или теплота Плавления Может немножко Измениться По сравнению С той же Самой Теплотой Фазового Перехода Вблизи Тройной Точки Отдельный Вид Сублимации В отдельный Вид сублимации Выделяют Абляцию То есть Сильно Неравновесную Сублимацию Ее очень хорошо Использовать Для Отвода Теплоты От какого-то Объекта И в частности Она используется Для Теплозащиты Поверхности Космических Аппаратов Входящих В атмосферу Земли Они покрываются Специальным Покрытием Специальными Плитками Или Специальной Массой Которая Собственно И Сублимирует При Нагревании Поверхности Аппарата Тем самым Охлаждает Ее Достаточно Эффективно Так что Внутри Аппарата Сохраняется Температура Приемлемая Скажем Для Женедеятельности Живых Организмов Если Смотреть На Лазерную Абляцию То есть Абляцию Происходящую Под действием Узкого Лазерного Пучка То Она Используется В технологиях Довольно Широко Например Для Создания Различных Микро Объектов Скажем На тонких Пленок На пленках Микро Или Нано Объектов В частности Например Для того Чтобы Из массивных Образцов Получать Пленки К примеру Для Высокотемпературных Сверхпроводников Вот это Сокращение ВТСП Означает Высокотемпературные Сверхпроводники Связь Связь Сентальпией Довольно Простая Поскольку Фазовый Переход Происходит С Веществом На Границе Двух Термодинамических Фаз То есть Температура Системы При этом Не изменяется Давление Не изменяется Но Либо подводится Либо отводится Теплота Тогда Для Энтальпии Системы Можно записать Вспомнив Вот это Выражение Такую Формулу Изменение Энтальпии Элементарное Равно ТДС Где ДС Это Прирощение Энтропии И Поскольку Температура Константа То Можно От Бесконечно Малых Величин Перейти К Конечным Разностям Конечным Приращением И Получить Произведение Температуры Фазового Перехода На изменение Энтропии Системы То есть Некоторое Количество Теплоты Энтальпия Системы Изменяется На величину Равную Скрытой Теплоте Фазового Перехода То есть Скрытая Теплота Фазового Перехода Равна Разности Энтальпий Двух Термодинамических Фаз Переходящих Друг В друга Давайте Получим Выражение Для малярной Теплоты Парообразования В модели В модели Газа Вандервальс Учтем Что Процесс Фазового Перехода Изобарный Тогда Проще Всего Посчитать Это через Энтальпию То есть Через Сумму Изменения Внутренней Энергии И произведение Давления На объем Изменения Это величины Это Дельта У П Дельта В Поскольку Давление Постоянное И тогда Для одного Моля Газа Вандервальса Вспомним Выражение Для внутренней Энергии Вспомним Ее Производную По Объему И Поймем Что часть Энергии Тратится На то Чтобы Преодолеть Силы Притяжения Молекул Друг Другу Некая Внутренняя Такая Часть А Другая Часть Тратится На Движение Стенки Которые Ограничивают Газ То есть На расширение Газа И Собственно Та энергия Которая Идет На Преодоление Молекул Притяжение Молекул Простите Это и есть Изменение Внутренней Энергии Тогда Его Можно записать Вот таким Образом И Посчитав Получить Величину Большую Нуля Почему Эта Величина Больше Нуля Потому Что Если Говорить Про Малярные Величины Малярный Объем Газа Больше Чем Малярный Объем Жидкости Следовательно Вторая Дробь Меньше Чем Первая Малярный 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 Объем Жидкости Много Меньше Чем Малярный Объем Газа Малярный В Нормальных Условиях Нормальным Атмосферным Давлением Кипение Происходит При 100 Градусах Цельсия Плотность Воды В этом Случае Известна Пара Тоже Можно Рассчитать И Известна Малярная Теплота Кипения Вопрос Какая Из Энергий Больше Та Которая Идет На преодоление Притяжения Молекул Или Та Которая Идет На Совершение Работы На Расширение Водяного Пара Давайте Сравним Для этого Воспользуемся Выражением Из Предыдущей Задачи И Проанализируем Работа Связанная С Расширением Рассчитывается Из Произведения Давления На разность Объемов Ну А Малярный Объем Можно Выразить Следующим Образом Через Плотность Поскольку Величины Для Плотности Известны Давление Также Понятно Это Давление 10 Пятый Паскаль И Малярная Масса Воды Также Хорошо Известная Константа То мы Можем Подставить Сюда Все эти Данные И получить Величину Примерно 3 кило Джоули На Моль А Общая Теплота 40 С лишним Кило Джоули На Моль То есть Получается Что Энергия Тратящаяся На Преодоление Притяжения Гораздо Больше Чем Энергия Которая Идет На Свершение Работы И на Расширение Водяного Пара Больше Чем 10 раз Еще Одним Интересным Соотношением Описывающим Поведение Вещества При фазовом Переходе Является Уравнение Клапиированных Клаусиус Оно Связывает Скрытую Теплоту Фазового Перехода Из Какой-то Фазы И Фазу Ж С Изменением Плотности Этой Фазы Если Известно Температура Перехода Если Записать Это Уравнение Через Малярную Теплоту И Малярные Объемы Фаз Оно Будет Следующим Образом ДППДТ Равно Скрытой Теплоте Перехода Малярной Разделить На Температуру И Разность Малярных Объемов Можно Все То же Самое Записать Через Удельную Теплоту И Соответственно Удельные Объемы Фаз Удельный Объем Выделить Удельную Теплоту Деленные На Температуру Теплота Делить На Температуру То есть Это Изменение Энтропии Системы Наклон Линии Фазового Перехода На Фазовой Диаграмме Напрямую Указывает Нам Какая Из вас Будет Более Плотной Если Линия Поднимается Если У нее Положительный Наклон Если Давление Растет С ростом Температуры Тогда При Увеличении Температуры Вещество Переходит В менее Плотную Фазу То есть Происходит Расширение После Фазового Перехода Плотность Вещества Уменьшается С Ростом Температуры После Фазового Перехода И наоборот То есть Можно Сказать Что Более Плотная Фаза Подминает Под себя Менее Плотную Вот Визуально Можно Определить По Фазовой Диаграмме Соотношение Между Плотностями Соседствующих Фаз И По отношению К Таким Диаграммам К такой Вот Точке Фазового Перехода К изменению Плотности Можно Выделить Два Семейства Веществ Это Вещества С нормальными С нормальным Ходом Фазовых Кривых И Аномальные Вещества У нормальных Веществ Что происходит При нагревании Плотность Уменьшается То есть Плотность Более Горячей Фазы Меньше Чем Плотность Более Холодной Фазы Например Расплавили Твердое Тело Получили Жидкость Жидкость Имеет Меньшую Плотность Испарили Жидкость Получили Газ Газ Имеет Меньшую Плотность Ну Это Всегда Будет Но Вот В случае Аномальных Веществ Меняет Соотношение Между Плотностями Твердого Тела И Жидкости Замечательный Пример Этому Обычная Вода У Воды Этот Участок Кривой Плавления Направлен По-другому То есть Плотность Льда Меньше Чем Плотность Жидкой Воды Ну Это Связано С Некими Некой Природой Связей Молекул Воды Да Водородные Связи С той Структурой Которая Образуется В Случае Замерзания Лед Достаточно Рыхлый За счет Сильных Модородных Связей И Надо Сказать Это Свойство Позволило Можно сказать Образоваться Жизни На земле По одной Простой Причине На земле Достаточно Глобально Мы Наблюдаем Переход Температуры Через Нулевую Отметку То есть Водоемы На земле Периодически Замерзают Периодически Оттаивают И Если бы Не было Вот этих Аномальных Свойств Воды То тогда Лед Тонул бы При замерзании Любого Водоема В отличие От той ситуации Которая Есть сейчас Когда Лед Образует Корку Наверху И Какую же Функцию Играет Эта корка Играет Ледяной покров На поверхности Жидкости Это Теплоизолятор Это Не позволяет Быстро Промерзать Водоемы Кроме того У жидкости Точнее Не просто Жидкости У воды Есть еще одна Особенность Максимальная Плотность Достигается При температуре Около 4 градусов Цельсия А это значит Что вода Охлажденная Уже Там Например До 3,5 Градусов Цельсия Начнет Всплывать То есть Самые Нижние Слои Воды В стоячем Водоеме Образованы Водой При 4 градусах Цельсия Которая Ну явно Замерзать Еще не собирается Сверху Еще Образуется Корка льда Через которую Потери тепла Уменьшаются И в итоге Ну что имеем Что многие водоемы До дна Не промерзают За зиму А это значит Что когда-то Давным-давно В таких условиях Организмы Простейшие Могли выжить В жидкой воде Ну потому что Понятно Замерзание Живой клетки Скорее всего Повредит Ее Клеточную оболочку И Убьет Вот Такое Интересное Свойство Воды Можно сказать Жизненно необходимое Ну вот Фазовая диаграмма Воды Пожалуйста Точнее Это не вся Фазовая диаграмма Конечно Это фрагмент Фазовой диаграммы Тройная точка Наблюдается При Одной сотой Градусов Цельсия Критическая точка Это 374 Градуса Цельсия Но Обратите внимание Это 218 Атмосфер То есть В этих Пределах Может Существовать Пар И значит Может существовать Жидкая вода Потому что То что выше 374 Градусов Цельсия И 218 Атмосфер Жидкостью Назвать уже нельзя Это может быть Сверхкритическое состояние Сверхкритический флюид Но уже Не вода В нашем понимании И Ниже Тройной точки По температуре Мы видим Лед Вот эти переходы Фазовые Вблизи Тройной точки Это то что мы можем Наблюдать при Условиях Близких к Обычным Можно сказать Человеческим То есть Тем В которых Привык жить Человек Хотя Фазовая диаграмма Воды Гораздо Богаче Обратите внимание На Более Развернутую Более полную Фазовую диаграмму Воды Мы видим Очень много Кривых разделов Фаз Что же это такое Жидкая вода Обозначена Здесь Таким же Желтым Цветом Пар Совсем Светлый Практически Белый А все Остальные Оттенки Синего Это Твердые Фазы Воды То есть Это различные Виды льда Причем Эти виды льда Могут существовать При очень экзотических Условиях Есть Лед Который Образуется При давлении Только В Тысячи Миллиона Атмосфер Есть Лед Который Существует При температурах Выше Пятисот Шестисот Семисот Кельвин То есть Очень плотный Очень горячий Лед Ну конечно Такие состояния Весьма Непривычны Вот Вблизи Таких Самых Интересных Пожалуй Фаз Увеличенный Кусочек Фазовой Диаграммы Но Подчеркиваю Что Здесь Фаза Интересная Но все равно Для нас Это Слишком Высокая Плотность Поскольку Эти фазы Существуют При давлении Примерно Там 200-600 Мегапаскаль Напоминаю Что одна Атмосфера Это Одна Десятая Мегапаскаль Вот Такие Виды Льда Могут Быть При таких Условиях Ну вообще Вот я из Википедии Выписал Различные Модификации Льда Классификацию С указанием Их Кристаллической Структуры Как видите Она самая Разная Переход Из Одной Фазы В другую Сопровождается Изменением Кристаллической Структуры И Некоторой Теплотой Скрытой Фазового Перехода То есть Это все Переходы Первого рода Но все Они происходят Между Твердыми Термодинамическими Фазами Это не Уникальность Воды У многих Веществ Есть Несколько Например Твердых Фаз Вот здесь Приведены Фрагменты Фазовых Диаграмм Углерода И Серые Вы видите Что Скажем У углерода Есть Линии Фазового Перехода Графит Алмаз Ну У серы Соответственно Ромбическое Моноклинное Серы Это Тоже Тоже Вещества С Разной Кристаллической Структурой И Переход Между ними Тоже Сопровождается Некоторой Теплотой Скрытой Фазового Перехода Давайте Попробуем Оценить Насколько Понизится Температура Плавления Льда Если На Лед Встанет Человек На Коньках Оценим Массу Человек 60 Килограммов Площадь Соприкосновения Конька Со Льдом 6 Квадратных Сантиметров Ну Наверное Это Такой Тупой Конек Если Конек Хорошо Заточить То Он Будет Соприкасаться Только Кромкой И Площадь Соприкосновения Конечно Понизится Известны Дельные Объемы Воды Льда И Удельная Теплота Его Плавления По Уравнению Купирована Клаузиуса Мы Можем Записать Следующее Выражение Дельта Дельта Делить На Дельта Т Приблизительно Равно Удельной Теплоте Плавления Делить На Температуру Плавления И Разность Удельных Объемов Почему Примеженное Равенство Потому что Не бесконечно Малое Величение Не Производное В левой Части А Конечное Приращение Понятно Что Уравнение Купирована Клаузиуса Записано Для Производной И Это Равенство Будет Действительно Уже Приблизительным Но Степень Приближения Довольно Хорошая Поскольку Теплота Плавления Удельная Теплота Плавления Льда При Таком Изменении Давления Меняется Несильно Отсюда Выражаем Дельта Т И Связав Его С Весом Человека На коньках То есть Дельта П Это Как раз Изменение Давления Связанное С Обамочным Весом Подставив Сюда Данные Из условий Задачи Получим Семь сотых Кельвина Так что Видите На тупых Коньках Кататься Не получится Не получится Сместить Температуру Льда Выше Температуры Плавления При данном Давлении Чтобы Лед Чуть-чуть Подтаял И образовал Тонкий Водяной Слой На котором Собственно Коньки И Скользили Бы Ну и Последняя Задача Давайте Найдем Зависимость Давления Насыщенного Пара От Температуры Для Некоторого Произвольного Вещества Будем Считать Что Удельная Теплота Парообразования Этого Вещества Остается Неизменной В широких Пределах А Удельный Объем Пара Гораздо Больше Чем Удельный Объем Жидкости Тогда Уравнение Клапиерона Клаузиуса Можно Приблизительно Записать Следующим Образом Пренебрегая Удельным Объемом Жидкости И Выразить Удельный Объем Пара Через В первом Примляжении Уравнения Менделеева Клапиерона Преобразовав Это выражение Приведя Его К Виду Пригодному Для интегрирования То есть Разделив Переменное Давление И температура Перенеся Давление В левую Часть А температуру В правую Часть Мы После Интегрирования Получим Вот Такое Выражение Ну Что Теперь Нужно Его пропотенцировать И получить Экспоненциальную Зависимость Давления Насыщенного Пара От Температуры Давайте Вспомним То Что Необходимо Хорошо Затвердить Как Результат Этого Семинара Это уравнение Клапиерона Клаузиуса Либо Для Малярных Величин То есть Малярного Объема Малярной Теплоты Фазового Перехода Либо Для Удельных Величин Удельной Теплоты Фазового Перехода И Удельного Объема Спасибо